Ну а вот ушла из жизни еще одна молодая девушка, написала, замучили кредиты. Народ, ну как-то уж держитесь. Никто вас в них не загонял, вы сами залезли. Все эти годы, поддерживая режим, одобряя там все их решения, включая поправки, молча одобряя, не приходя на выборы, когда они были. И напротив, шляясь на избирательные участки, когда уже давно не было избирательных кампаний, я все это рассказывал. Шли след за Соловьем, за призывами ФБК, умное голосование, за партиями различными. Но это же вы виноваты. Вы садились на этот крючок. Тоже не повод оставить двух детей, представляете? Вот о чем эта молодая женщина думала? Двух детей. Я не знаю, может быть, родственники рассчитывают, что я должен восторгаться чем-то. Чем тут восторгаться? Соболезнования? Да, примите. Ну, она думала о детях. Вот где мы родители? Почему родительского инстинкта нет? То не было, я наблюдал у отцов, а теперь еще и у материн стал пропадать. На кого теперь кинуты дети? На бабушку? На дедушку? Сколько они с ними еще побудут? Государству, понятно, никому не нужны. Опять же, выход из ситуации даже такой. Он может быть более героический. В том числе для больных, не дай бог, онкологии. Кто вас привел к этой болезни? Не своевременная диагностика первичная, не выявление этого заболевания, отсутствие качественного лечения. Кто виноват? Константин Александрович? Родители ваши? Природа? Ну, отчасти, может быть, да. А если бы на ранней стадии выявили, то здесь очень высокий процент из лечения. И согласно регламентам, они должны это делать, но не делают. Ну, так накажите их кого-то. Те, кто хотя бы не обнаружил это. Те, кто отказал вам в этом качественном медицинском лечении. Субтитры создавал DimaTorzok Косieurs. Продолжение следует...